Приехал ко мне товарищ Александр, тоже тюзка мой. Будем тестить вдвоем на СМАЙ. Вот место для эксперимента. Сними, что оно ровное, косяк здесь есть. Видно его? Ну ладно, бог с ним. Ага, вот он, немного подпалил. Видно? Конечно видно. Видно? Видно. И что? Все, эксперимент закончен. Ничего не получилось, сними. Значит ставим этот чудо-юдо аппарат на полсекунды, вот выдержка. И пробуем. Пробуем так. Вот так. Металл вздулся, нагрелся. Сейчас шишки эти потихоньку будут опадать. Вот и будут видны наши вмятинки, но они уже чуть подуменьшились. Естественно, мы сейчас возьмем просто-напросто молоточек, пробойничек. Немножко их по глади. Вот. И продолжим дальше их. Дальше их продолжим. Вот одну мы чуть пригладили, вот отсюда, с ними с этой стороны видно хорошо, вот оттуда. Видно она. Видно, да? Видно, да? Ну и вот эта тоже. Она у нас, вот она. Надо тоже чуть... По-к богу. ПоIONA grosse динаме. По-к pilу. К accomplи. Возвращенные по-к двигателен. По-кPLcho. Кстати, прыгд. Эта тожеtered подклеп finish. Видно? снимай что там есть что-то мне не торопись и спись опять берем проходим я нагреваю может быть несколько больше чем следовало бы дело в том что я тут такой смелый потому что капот учебно-тренировочный его не случится но хочу сказать сейчас секундочка вот когда мы берем калашматим по горячему лаку вот что у нас остается поэтому не рекомендую на горячем лаке пробойником этот объем и остаются следы вот такие вот поэтому вот и учебно-тренировочная деталька у нас есть на которой можно где-то даже по издеваться и посмотреть что взял а что нельзя делать вот мятинка уже в принципе пологая сейчас ее еще немножечко подразобью и попробуем ее достать то есть поднять ждем пока она остынет остывает потихоньку вот можно конечно включить там компрессор кстати кто-то использует для этих целей мокрые тряпки ну и так далее кто и кто чем пользуется кто-то может жидкий азот я видел там на выставке вермания пользуются чтоб красивее это все было в принципе вот она сейчас уже вмятина которая здесь была она практически уже не видно так я с разных сторон не смотрю и ее уже тут увидеть можно конечно но это надо уметь смотреть и присматриваться на улице заметить будет очень трудно еще чуть-чуть я пройдусь я я-то все-таки вижу прям еще поднимем заодно и вот эту вот он вал дырик я нагрел видите что не желает наберем вот так тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь и останется пятнышко это я специально сделал чтобы все видели чем это очревато вот это уже называется косяк в данном случае для нас это ничего страшного вот поскольку это у нас тренировка ну вот на живой машине как говорится такие вещи творить нельзя то есть надо ждать пока металл остынет в принципе в принципе вмятина была здесь вмятина была здесь практически не видно и требовалось доказать взяли такой градобойчик у нас есть вот такой вот и чтобы александру не скучно было вот я ему нашел работу пусть делает тренируется я не знаю что ты надолбал надо снять либо взять более мягкий пробойник тренировки тренировки легко как тяжело в учении легко в бою вот наш полигон вот так вот куда бедно мы поколотили линия он прыгает в общем то чего-то получается но опять же как говорили древние египтяне техника в руках неандертальца кусок железа вот ну что то получается надо тренироваться ладно мы сейчас найдем другое чистое место бабах ним то вот допустим вот попытаемся еще раз сделать ровно сейчас мы ее попробуем что нибудь с ней сделать ну для начала а 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 ради эксперимента покажи что поставили отсечку на 4 секунды на аппарате посмотрим чем будет пытаемся 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 сейчас остынет еще попытаюсь попытаемся центр погреть нифига немножко я не попал вмятина у нас здесь а пик получился здесь ничего а подострела мы ее молотком остужаем пока бьешь она остывается молотком же вот так машешь а а а а а а а а лопа застыла вот вот Выдулась шишка Вмятины пока не видно Вот Музыка появляется Ой Ой Ну что, ямка еще видна Очень даже хорошо Она уменьшилась чуть-чуть, но Уменьшилась не настолько, чтобы Ее было незаметно Опять она остывает И ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сними меня, хорошенечко. Вот она очень-очень-очень плавная вмятина. И, в принципе, такую доработать крючком, допустим, не представляется никакого труда и никаких ошибок. Даже начинающий мастер при этом не должен сделать. Вот. В принципе, она очень хорошо раскрылась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, так, так. Попробуем поставить на 2 секунды, что это даст, сколько он там будет прыгать. Так, ну, что тут? Где у нас вмятина? Ну, вот была вмятина, стала шишка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё, возвращается на круги свои. Вмятина есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому я считаю, что в таких случаях надо брать крючинчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Что-то типа даже вот такого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И донячивать эту вмятинку уже в лампочке. Потихонечку, помаленечку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам посветит немножко не так, как бы мне хотелось, но ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было лампочку отодвинуть подальше, но бог с ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До конца её доделывать не будем. Всем всё понятно, что была вмятина сильная. И теперь она осталась очень-очень плавненькая, маленькая. И, можно сказать, почти незаметная. Вот. При желании это всё можно доработать. Либо клеем, либо ещё чем-то, если деталь не крашена. Вот. Хотя я вижу, вот. И тут надо забить, и тут забить. Вот. Ну, в общем, и целом, то, что было, то, что стало, уже, как говорится, результат положительный. Вот. И... Дело сдвинулось. Вот. Сейчас Александр у нас будет тренироваться. Вот такая вот очередная вмятинка у нас получилась. Плавненькая. Начинать надо с малого. Александр, дерзайте. Прошу. Вот. Посмотрим, что получится. Смотрим. Смотрим. Устан. Пальцар. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, узкая полосочка стала. Вроде как попал. По центру, да? Угу. Ну вот, шикарно. Почти всё поднялось. Не, ну за один раз чудес же не бывает. И вмятина, извините, размер немаленький. Ну да, ну как бы максимально поднялась. Отлично. Это вот. Две секунды тут стоять. По-моему, да? Угу. Да. Две секунды. Две секунды. Ну что, где наша вмятина? Ну вот, чуть-чуть есть. Сейчас ещё подразбить. Вот оно. Чуть-чуть. Вот и всё. Дрынь-дрынь. И всё красиво. Практически всё, что осталось от вмятины. Чуть-чуть проявляется. Не, ну это будет остывать, она будет отходить. Поэтому ей по-хорошему дать остыть совсем. Пойти там минут пять-десять погулять. А где было? Пальцем покажи. А вот тут. Вот тут кружок. Ну, чуть ещё прыгает линия. Ну да, немного есть. Ну, тут, как говорится, вопрос не в чистоте этой линии, а вопрос в том, поднимает этот аппарат металл или не поднимает. Вот, поднимает. Ну, опять же, научиться это делать, это дело не одного часа, не одного дня. Вот, как правильно, как неправильно, мы уже показывали, что сжечь легко, вот, и так далее.